Их богов Моноспектакль «Сердце фармы» читает Сергей Гармаш Слушайте по будням после полуночи в Москве В 2 часа ночи в Уфе и в 12 дня по времени Магадана Зима не за горами Зима не за горами В эфире новости в студии Роберт Сагитов Здравствуйте в этом выпуске На власти Ейска объявили трехдневный траур по погибшим На Красно-Лиманском направлении сорваны попытки украинских войск Переправятся через реку Жеребец И грузовой транспорт до 40 тонн уже может проезжать по Крымскому мосту Далее подробнее Спасатели обнаружили тело 14-го Иски, на которых в понедельник вечер МЧС Привлекло мобильный диагностический комплекс «Стрела-П» Для обследования несущих конструкций Горевшего девятиэтажного дома Сообщила пресс-служба министерства Также сотрудниками ведомства проводятся аварийно-восстановительные работы На месте происшествия К ликвидации последствий Привлечения более 400 человек В этом месте Вечером есть с кем потерпеть Окрошение бомбардировщиков В первой лице самолет упал на девятиэтажный жилой дом В котором возник пожар Следователи изъяли бортовые самописцы Допрашивают пилотов Возбуждено уголовное дело Власти Ейска объявили трехдневный траур по погибшим На Красно-Лиманском направлении Сорваны попытки украинских войск Переправиться через реку земли детских военных На Купянском направлении Российские военные В ходе наступления владели Горобьевской Харьковской области Сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Коношенков На Купянском направлении Подразделения российской армии В ходе наступательных действий Овладели населенные полки И нанесли значительное поражение Подразделения 1-й бригады Кроме того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области Российскими войсками сорвана попытка Атаки ротной тактической группы Вооруженной Селиквалины Усиленной танками Противник отброшен на исходные позиции Потери вооруженной Селиквалины На данном направлении Составили более 60 украинских военнослужащих Один танк Три боевые бронированные машины Сорваны попытки переправы противника Через реку Жеребец Уничтожено 46 украинских военнослужащих Два бронетранспортера Шесть боевых бронированных машин И два пикапа С крупнокалиберными пулеметами На Николаево-Криворусском направлении Подразделения вооруженной Селы Украины Покупки прорыва обороны российских Атака противника отрагуна Подразделения вооруженной Селы Украины Были рассеяны и отброшены на исходные рубежи За сутки на данном направлении Уничтожено Один танк Восемь боевых бронированных машин И 21 автомобиль Подразделения украинских войск Покупки прорываются прорвать оборону Союзной силы от Светлодарской Дуги до Харьковской области Однако не имеют Успеха По разведданным ЛНР За истекшую неделю Противник в районе Солидар Восемь боевых бронированных Восемь боевых бронированных Потери На этой неделе Эти резервы уже закончились И они вновь кидают Восемь боевых бронированных Грудовой транспорт До 40 тонн И он может проезжать По Крымскому мосту Об этом сообщил Выступая на премьерном Восемь госдумы Вице-премьер Амарат Куснулин Также рассказал Что поврежденные Крымские моста Будут демонтированы До конца декабря Владимир Путин На встрече с губернатором Самарской области Дмитрий Мазаров Поблагодарю жителей региона За поддержку жителей Донбасса Я оказываю ему им Гуманитарную помощь В ДНР Где регион помог Привести в порядок Объекты жилищно-коммунальной Социальной инфраструктуры Кроме этого Была оказана Гуманитарная помощь Донбассу Также президент Поддержал Области О повторной вакцинации От коронавируса Полностью обновили Скорую медицинскую помощь Владимир Путин Вот у нас Нет Системы здравоохранения Укрепили Ворачивать все мощности По ковиду Но мы к этому готовы Смотрим Главное, чтобы люди Чувствовали себя уверены Сейчас Надеюсь К вакцинации Призываем активно У нас В среднем по России Кстати